Друзья, всем привет! Рады вас слышать. Приглашаем вас на открытый диалог с директором школы номер 5 города Балабаново Галиной Кутявиной. Школа номер 5 – это новая школа. Открылась она в 2020 году по национальному проекту образования и возглавляет ее Галина Петровна с 2021 года. И надо сказать, что это один из самых интересных, один из самых креативных директоров нашей Калужской области. У нас нечасто в нашем подкасте есть гости из региона. Наверное, Галина будет вторым участником после Ольги Нужного из Обнинска. Но, тем не менее, это очень яркий человек, и я надеюсь, что сегодня разговор наш получится интересным. Галина, здравствуйте! Здравствуйте, Михаил! Очень приятно. Да, всем привет, безусловно. Всех увидим на Рутюбе и на Ютубе тоже. Галина, скажите, пожалуйста, правда ли, что ваша школа называется «Содружество», то есть у школы есть имя, не просто номер, а имя. Почему так получилось? Насколько я знаю, это вы придумали это имя, при открытии его не было. Как я помню. Нет, как раз-таки я его не придумывала, оно было. И это задумка людей, которые, собственно, открывали школу, потому что была договоренность о том, чтобы наш логотип «Содружество» и наш девиз «Содружество креативных, умных и разных-разных других» был нанесен даже на фасады здания. То есть он у нас не только на фасадах здания с двух сторон, но он у нас и на главном входе. То есть вы можете увидеть, что школа номер 5 города Балабаново – «Содружество». Но в официальных документах мы просто школа номер 5 города Балабаново. В официальные документы мы «Содружество» вносить не стали, но, конечно, между собой и ученики наши, они говорят, что учатся они в «Содружестве», и не все их сразу понимают. Сейчас поменялся порядок, десятые классы обязательно должны быть профильными, иметь профильную направленность. Какие профили у вас? С того года мы ведем действительно профильную направленность в десятых классах. В том году мы открыли два класса. Один у нас был по профилю химико-биологическому, и второй у нас был психолого-педагогический. То есть это был гуманитарный класс с психолого-педагогическим уклоном. Вот, ребята уже отучились год, и в этом году мы открываем один десятый класс, потому что мы просчитали наполняемость, и в этом году у нас только будет один десятый класс. Он будет гуманитарный, профильные предметы другие, но, кроме того, уклон тоже будет психолого-педагогический. Будем готовить новых учителей. Ну, может, в будущем. Скажите, пожалуйста, у вас работают очень яркие ребята из проекта «Земский учитель». Я знаю, Анастасия Гулиева в начальной школе, Елизавета Баркалова ваш заместитель. Как вы оцениваете их работу, как вы оцениваете сам проект? Мне кажется, что это очень здорово, что учителя имеют право выбирать, найти школу, выбрать из множества вариантов, переехать в другой город, получить за это деньги, улучшить свои жилищные условия. Ну, мне кажется, что все очень прекрасно. Мои земские учителя, у меня их всего трое, но наша прекрасная Олечка ушла в декрет, вот родив доченьку Ульяну осенью, и у меня остались Катя и Настя. Анастасия Юрьевна у меня теперь советник директора по воспитанию. Вот. А Екатерина Валерьевна у меня замдиректора по воспитательной работе. Руководитель педагогического детского отряда волонтерского. Вот. Они, ну, очень яркие, очень классные. У них прекрасное образование, их очень любят дети. Мне, конечно, кажется, что регионы, из которых они к нам приехали, очень много потеряли, когда такие специалисты уехали к нам. Но, как говорится, где-то убыло, где-то прибыло. В нашем случае у нас точно прибыло. Вы работаете с 2021 года в Содружестве. Будете ли вы участвовать в этом году в конкурсе «Директор года России»? И как относитесь к этому конкурсу? Нет, конкурс вообще очень, ну, как бы, хороший. И ко всем конкурсам я отношусь как к открытию чего-то нового, как к выходу из зоны комфорта. Но, насколько я знаю, для «Директора года России» нужен стаж 3 года. У меня только 2, 3 пойдет. Ну, в смысле, уже пошел. Поэтому мне, как будто бы, еще годик нельзя. Нет, я посчитал по-другому. 21, 22, 23. А там считается, со дня назначения же, вот у меня пошел третий год моего управленческого стажа. Поэтому, вроде бы, год еще я, ну, официально участвовать не могу. Понятно. Я надеюсь, что на следующий год. Вы сами пришли в работу из программы «Учитель для России». Как вы вспоминаете эту программу и следите ли сейчас за ее развитием? Ну, за развитием, безусловно, слежу, потому что у меня есть выпускники программы «Учитель для России» работают. У меня есть девочки из седьмого набора, которые в этом году будут работать второй год и будут заканчивать программу. Очень надеемся, что они останутся в дальнейшем у нас. Как я ее вспоминаю, ну, безусловно, «Учитель для России» для меня это огромное количество очень близких мне людей, которые сейчас раскиданы по всей нашей необъятной России. Кто-то уехал обратно в регионы свои, кто-то продолжает работать в регионах, где работал, или в московских школах питерских. И это огромная синергия выпускников. Я знаю, что там, ну, по любому вопросу, который у меня возникает, я могу написать в чат, и мне отзовутся 50-плюс человек, которые напишут, что можно посмотреть, почитать, к кому обратиться, что сделать. Ну, и это, мне кажется, не купишь ни за какие деньги. Галя, тогда у меня к вам вопрос. Что можно почитать? Что можно почитать? Про педагогику? Про все, про все. Про все. Слушайте, недавно прочитала прекрасную книгу Ольги Громовой, называется «Вальхем». Всем ее сейчас рекомендую. Книжка у меня уже, знаете, в буквальном смысле пошла по рукам, потому что я ее одному порекомендовала, дала почитать другому, третьему, пятому, десятому. Ну, это, конечно, очень драматичное произведение, сложное, про девушек, которых угоняли на работные работы в Германию во время Второй мировой войны. Но очень такое, мне кажется, жизнеутверждающее произведение. Кто читал Громову, ее «Сахарного ребенка», ну, я думаю, поймет. Вообще, сейчас летом я решила, что я немножечко отдохну, и дети порекомендовали мне почитать современную литературу. Ну, в смысле, не мои дети, а школьники мне порекомендовали. Сказали, вы знаете, вот вообще есть классные романы, и я теперь читаю Лию Арден про, значит, там такие, знаете, славянские мотивы. Вот я недавно прочитала «Невеста ноября». Ну, понятно, почему подростки ее читают. С историческим контекстом я бы, может, даже где-то поспорила, но я думаю, что нам будет теперь что обсудить в сентябре. Городина Борасовна, вы сами ведете уроки? Да, да. Я вела... Ну, вообще, у меня как бы была такая традиция, что я два года сподряд брала пятые классы. Вот, первый год вела только пятые, и потом вела пятые и шестые, соответственно. Вот. А в этом году я буду вести 10-11 класс, потому что профиль истории общества знания. Придется мне с пятиклассников переключиться на профиль, готовить к ЕГЭ. Ну, собственно, в девятом классе к экзаменам я и так готовила, но теперь будет совершенно другой уровень. Вы ведете историю... Я веду историю общества знания. Могу географию где-то помогать вести, но в основном, да, еще и общество знания. Галина, что вы ждете от нового учебника истории России за 11 класс, в частности, где излагаются, скажем так, самые последние события мировой истории? Ну, на самом деле, каждый раз, когда выходит учебник по истории, на протяжении уже моих 16 лет работы в школе, знаете, каждый год выходит какой-то новый учебник. Каждый год хотят вести единый, но его до сих пор как бы мало кто видит. Я человек рациональный. Пока я не увижу и не потрогу, я ничего не думаю. Я думаю, что это очень хорошая идея, и давным-давно нужно это сделать. И замечательно, что наши современные историки, корифеи, опишут и современную ситуацию, потому что явно с детьми нужно про это тоже говорить. Поэтому очень хочется подержать его в руках, почитать, и тогда можно будет сделать какие-то выводы. Пока я его не видела. Карина, у меня простой вопрос. У вас, например, вакансия, нет учителя, ушел в декрет, заболел, уволился. Расскажите алгоритм, как правильно искать педагога, директору школы? Ну, есть как бы такая, знаете, номенклатурная составляющая этого. То есть мы обязательно должны повестить о том, что у нас вакансия управления образованием. Мы должны выложить вакансию у себя на сайте. Если у нас есть официальные социальные сети, мы должны опубликовать там информацию. Кроме того, есть портал работы в России, где мы тоже должны написать, что у нас есть вакансия. Когда эти все номенклатурные части соблюдены, ну, я что начинаю делать? Я не знаю, как делают другие директора, я делаю как. Я говорю об этом на педсовете, пишу в чат, говорю, коллеги, нам нужен учитель, например, русского языка литературы. Пожалуйста, может быть, у вас есть знакомые, может быть, кто-то хочет, может быть, ваши бывшие выпускники выпускаются в этом году, и у них нет места работы и так далее и тому подобное. Дальше я пишу обязательно родителям. У нас есть чат с председателями всех родительских комитетов классов. Вот, я их информирую о том, что нам нужен учитель. И выкладываю вакансию на HeadHunter, ну, и на других возможных сайтах, где люди, собственно, ищут себе работу. Даем объявление в газеты и ждем. Ну, а иногда просто приходится идти... Ну, вот, например, своего учителя технологии я нашла на мастер-классе. Я пришла на мастер-класс с ребенком и встретила женщину такую очень творческую, такую замечательную, она так во всем разбирается. Я говорю, слушайте, а вы не учительница? Она сказала, да, я бывший учитель технологии, вот у девочек вела всю жизнь, вот мы с мужем переехали, ну, как бы уже давно не работаю, я говорю, а вы не хотите у нас поработать? Вот у нас, если тебе будет у нас работать. Здорово. Скажите, а вы отдаете приоритет тем, у кого есть педагогическое образование, или наоборот, тем, кто его не имеет? Слушайте, я отдаю приоритет людям, которые хотят работать. То есть, если человек ко мне приходит и говорит, что он хочет работать, мне кажется, это самый важный фактор, потому что даже если у тебя есть образование, но нет желания работать, то может ничего не получиться. Вот. У меня есть очень много учителей, которые по своему первому образованию не учителя, но в какой-то момент они решили прийти в педагогику, и у них это очень хорошо получается, их очень любят дети, и они развиваются в педагогике, как педагоги. Поэтому я считаю, что самое главное, это чтобы было желание. А есть у вас опыт, нет опыта? Это уже дело вторичное. Мы пока не выложили интервью с Натальей Золотаревой, директором Института развития профессионального образования, но она там сказала одну очень важную вещь, что у многих директоров преобладает бюджетное мышление. Вот я знаю, что вы точно директор, у которого этого мышления нет, потому что вы стараетесь искать средства в самых разных сферах и привлекать их в разные внебюджетные источники. Например, сейчас на краудфандинговой платформе Планета.ру, ссылка на это будет в описании к видео, вы собираете сейчас средства на проект по навигации внутри своей школы. Расскажите, пожалуйста, что это за история и как будет выглядеть эта навигация. Она в любом случае появится, ведь рано или поздно. Да, да, частично она уже появилась. Ну, ни для кого не секрет, что у нас очень большая школа. 18 954 квадратных метра. Это огромное единое здание с кучей переходов, коридоров. И, ну, правда, многим детям очень сложно, и они там блуждают. Но дети быстро привыкают, потому что они находятся в этом каждый день. Сложно в основном в начальной школе, но мы их провожаем. То есть учителя музыки, физкультуры провожают ребят, да, чтобы они не заблудились. Но когда приходят гости или когда приходят родители, или когда дети только перешли, например, с началки в средний блок, все, это первый месяц, они просто ходят, раскрыв рот, и их сразу есть частый вопрос, а куда мне идти, а что мне делать, а где у меня кабинет. И это нас очень многих мучило, и мой соответственно школьный актив поднял этот вопрос. Я говорю, ну, ребят, давайте будем разрабатывать навигацию, это как бы очень важно. И я в первый год работы в школе тоже начинала ее разрабатывать, поделилась тем, что мы сделали. Вот мы начали разрабатывать, но мы поняли, что у нас недостаточно навыков для этого, потому что мы не дизайнеры, у нас нет специализированного образования. И мы решили, что нам нужно найти кого-то, кто бы нас смог проконсультировать, и грамотно, ну, как бы, помочь составить планы, все остальное. Вот. И я начала искать, собственно, через чат выпускников, учителей для России, написала, ребята, может быть, у кого-то был такой опыт. И мне ответили наши выпускники, которые работают сейчас в европейской гимназии. И сказали, у нас есть кафедра дизайна, может быть, ты обратишься туда, ну, и там как бы работают профессиональные дизайнеры, может быть, это им будет интересно. Вот. Я написала письмо, и мы, собственно, начали сотрудничать, это им понравилось. Мы продумали, что ребята из европейской гимназии, заинтересовавшиеся этим проектом, приедут к нам сначала, познакомиться с нашей школой, потом мы поедем в европейскую гимназию, познакомимся с их школой, посмотрим, как там устроена навигация. Вот. И потом, соответственно, будем делать какой-то итоговый проект. Несколько месяцев подготовки, и вуаля, ребята из европейской гимназии к нам приехали, мы их встречали, они приезжали с ночевкой, мы их вкусно кормили, водили по городу Балабаново по своей школе. Вот. А потом, спустя месяц, мы поехали к ним в гости в Москву, там уже разработали макеты, прям настоящие, работали у них с инструментами. Вот. А потом в третий приезд их к нам мы сделали одну большую такую наклейку, которую поместили в холле, и сейчас у нас есть а-ля уже такая как бы начальная навигация. Вот. Потом мы все наши эскизы, которые мы отрисовали, все наши фотографии, мы передали в профессиональное агентство полиграфии крылья в городе Обнинске. Они занимались уже разработкой навигации для многих школ, в том числе для 18-й, для 19-й сейчас занимаются. Помогали в реализации деятеля школы на заре в малой расслабце. Вот. И я им написала. Они приехали, мы с ними поговорили, я показала все, что у нас есть. Они сказали, хорошо, мы сейчас постараемся это все объединить. И дизайнер, собственно, учитывая наши разбивки по цветам, по блокам, наши какие-то пожелания, наши фразочки, которые мы там написали, шрифты, он разработал нам примерный макет внутренней и внешней навигации по школе. И вот сейчас мы, собственно, собираем на него деньги через краундфандинг. Почему через краундфандинг? Потому что сумма достаточно большая, это 600 тысяч рублей. И нам кажется, что это должно быть общее дело, потому что можно было, конечно, у нас было несколько вариантов, на самом деле, как найти деньги на это. Конечно же, один из вариантов был попросить в бюджете, но сейчас не то время, чтобы бюджет нам дал 600 тысяч рублей. Потому что без навигации школа, правда, может прожить. Мы думали, что мы можем написать проект на большую перемену, и мы его написали, собственно, если у нас сейчас не получится собрать на краундфандинге, мы будем подаваться на гранты. Мы думали податься на, ну, тоже, опять же, на какой-нибудь грант. Но решили, что сначала попробуем собрать через краундфандинг. Это был очень интересный опыт, потому что, ну, мало того, что нам нужно было записать ролик, нам нужно было разработать этот проект, нужно было написать текст, нам нужно было загрузить этот проект на планету. Это очень сложно, это кажется, что, знаете, там две кнопки и все. На самом деле, ну, очень такой трудозатратный процесс. Вот, мы выложили, это, я считаю, что тоже огромное наше достижение, ну, то есть нашей школьной команды, учителей, детей, родителей, которым, ну, эта идея была интересна. Вот. И я на самом деле, ну, просто у меня очень многие в последнее время спрашивают, там, типа, вот, а если мы не соберем деньги, я говорю, ну, если мы не соберем деньги, это тоже наш опыт, на самом деле. И это важный опыт, потому что можно, конечно же, ждать изменения извне, а можно создать изменения сами. Для нас это как раз-таки была история, что мы попытались создать изменения сами. И кроме навигации, наша работа, она открыла, на самом деле, очень много вопросов, ну, как бы затронула наши души. Например, у нас появился проект в школе наклейки в туалетах. То есть мы закупили очень такие интересные, веселые наклейки, разместили их по туалетам, справилась поведение в туалете, и наши дети стали в туалеты ходить, знаете, чтобы смотреть на наклейки, фотографироваться с ними. Но зато они стали себя там более культурно вести. Вот. Мы разместили зеркала, которые, оказывается, так очень нужны были нашим детям. Именно в тех местах, в которых нам дети сказали, что там здесь нужны. И тоже очень, ну, мы опасались за зеркала, оказывается, что все хорошо. Ну, то есть любые проекты в школе, мне кажется, это такой глоток свежего воздуха, когда ты можешь послушать детей, они могут послушать тебя, и на самом деле мы вроде бы все про одно и то же, но просто мы это по-разному видим. Мы, как взрослые, немножечко больше знаем, как это можно реализовать, и это было очень классно, что дети, они, ну, рассказали, что они хотят, а мы смогли им помочь это воплотить в жизнь. Вот, поэтому у нас был такой замечательный опыт. А еще мы подружились с Европейской гимназией, наши ребята теперь общаются, и я думаю, что это очень классно. Вы сказали про Европейскую гимназию, назовите три самых ярких школы в России, которые вы посетили, в которых вы, о которых вы слышали, про которых читали. Они все будут в Перми, простите. Давайте, давайте пусть в Перми. В Перми есть очень крутая кадетская школа, у меня старший племянник там учится, она так и называется, школа с кадетским уклоном, при лице и милиции. Это первая школа. Вторая школа, это точка, школа дизайна, тоже в Перми, при высшей школе экономики, при кафедре дизайна. Там ребята делают такие невероятные вещи, что, ну, я не знаю, я не видела, чтобы взрослые многие такие вещи делали. Вот. И третья школа, которая меня поразила, бывшая десятая школа города Перми или IT-куб. В Калужской области IT-кубы открываются сейчас. В Перми мы открыли свой первый IT-куб, был 2014 год. Нас туда возили, знаете, вот с такими глазами, потому что там все было с планшетами, с компьютерами, и дети ходили и общались по сети, и там было куча каких-то точек доступа, а у нас еще были телефоны кнопочные. Я это очень хорошо запомнила, и вот это произвело на меня какой-то, ну, вообще неизгладимый фурор. А потом, когда я приезжала, там, знаете, в летово, там, в новую школу, в хорошколу, ну, это, конечно, все классно, но я просто видела, когда можно заменьшить деньги, сделать более душевно и хорошо, вот, и поэтому каждый раз, когда я приезжаю домой, я прям, ну, как-то радуюсь. Знаете, я помню, когда Александр Сергеевич встречался с вашими коллегами из программы «Учитель для России», просто встречается с директорами, всегда говорит о миссии школы, о ее наглядности. Какая у вас миссия? В этом году мы весь год три пиццовета сподряд. Очень серьезно мы отнеслись к разработке нашей миссии, и в этом году мы хотим заказать баннеры, и миссия у нас будет висеть при входе в школу, но у нас, знаете, миссия такая получилась, ну, не знаю, правильно это или неправильно, но у нас она получилась такая, у нас получилась миссия, есть миссия для детей, миссия для учителей, миссия для родителей и миссия школы как образовательное учреждение. У нас, короче, такая большая миссия, ну, она как бы из разных просто частей состоит, как пазл, потому что, когда мы начали разрабатывать миссию, мы сначала разговаривали с детьми, они предложили нам одну миссию, потом мы разговаривали с родителями, у нас был масштабнейший опрос родительского сообщества, больше 800 человек приняли в нем участие и писали там плюсы-минусы и так далее. Потом у нас был громаднейший педсовет, где мы разрабатывали миссию с учителями и мы поняли, что они как бы все про одно, но все настолько по-разному смотрят на школу, потому что для учителей важен образовательный результат и рост ребенка, да, для детей важно приходить в школу, где им будет безопасно, классно и комфортно. Для родителей важно, чтобы школа, кроме знаний, давала там жизненные навыки, а школе, как мне кажется, важно, чтобы всем, кто в ней находится, было хорошо. Вот. И, собственно, мы не стали останавливаться на каком-то едином предложении, мы так и сделали, что у нас есть миссия для родителей, миссия для нас, как учителей, миссия для школы, миссия для детей. Вот. И они все как бы коррелируются в единую миссию со дружеском, где каждый может быть таким, каким он хочет быть. Расскажите, пожалуйста, что у вас за мерч родителей первых на футболке? Да, да, у меня родители первых. Я просто, мы готовимся к турслету, мы завтра уезжаем на турслет, у нас проходит ежегодный туристический слет организации района, вот, Боровского района, и мы завтра едем, представляем команду управления образованием, и вот я только прибежала с репетиции, вот, а родители первых, я недавно была на форуме Истоки, и там у нас были представители движения первых, именно родители первых, вот, я вступила, и теперь еще родители первых, как мне сказали, единственный пока в Боровском районе, вот, мы будем продвигать это движение, будем пытаться как-то его организовывать, потому что это, мне кажется, очень важно, вся Россия уже в движении, нам тоже нужно быть. А у вас в школе есть движение первых отделений? Да. Чем оно занимается? У нас есть первичная организация РДДМ, мы пока, к сожалению, вообще единственная первичная организация РДДМ в Боровском районе, меня очень печалит, я надеюсь, что в сентябре у нас станет больше. Чем она занимается? Ну, кроме Орлят России, потому что они как бы в РДДМ, но немножечко отдельное направление РДДМ, да, мы занимаемся, у нас есть отряд хранителей истории, которые возглавляем, ну, собственно, историки мы, да, то есть у нас есть несколько памятников, которые за нами закреплены, и мы проводим там вахты памяти, миссии, субботники на этих мемориалах. Кроме хранителей истории у нас есть экологическое направление и экологический отряд, который тоже занимается. Мы все это делаем через движение первых, потому что это очень классно, мне кажется, там проходит, ну, огромное количество каких-то конкурсов и очень много обучения для ребят, и им, ну, как бы, понимаете, им даже, как бы, это сформулировать. В общем, когда мы это делали только в школе, это было только в школе. Ну, да, вот как бы наш какой-то костяк, мы этим занимаемся, это здорово, там, ну, мы в газете про это написали, а когда ты делаешь это как член огромного движения всероссийского, ты понимаешь, что я вот в Калужской области это делаю, это вот на Магадане делают, это в Калининграде делают, и мы делаем, ну, как бы одно и то же, и мы делаем всеобщее дело. И потом, когда ребят зовут нас леты, это вообще какая-то, ну, очень классная история, они вот приезжают из лагерей и рассказывают, как это здорово, потому что они находят там своих и узнают друг друга по мерчу, ну, и вообще это замечательно. Поэтому я считаю, что движение первых это очень хорошая низовая инициатива, которая была рождена конкретно как раз таки детьми и молодежью, подхвачена правительством России и доведена до ума, и вот сейчас она пришла в регион, и мне кажется, что очень здорово она будет как-то раскрашивать нашу жизнь яркими красками, потому что, ну, понимаете, вот эти все мероприятия из года в год одни и те же, это, конечно, все хорошо, ну, как бы, но иногда какой-то идеи не хватает, и тут раз ты такой читаешь, ну, как здорово, я бы с вами до такого не додумался, и ты начинаешь в этом участвовать и такой, опаньки, и уже у тебя какой-то результат, уже другой. Вот, нам очень понравилось. мы в этом году подавались как раз-таки на первый слет хранителей истории, ну, как бы не прошли, но мы, ну, как сказать, не отчаиваемся, там пришла одна команда от Калужской области, я думаю, что они достойно представили наш регион, но в любом случае, когда мы готовились, мы очень, ну, много времени вместе проводили, мы придумали столько мероприятий на следующий год. Я думаю, что все было не зря. А Галина, расскажите, пожалуйста, вы же не из Калужской области, вы родились ведь где-то еще. Расскажите вот о своем пути в нашей территории. Я родилась в деревне. Я родилась в маленькой деревне в Очерском районе Пермской области тогда еще. Потом область стала краем, сейчас это Пермский край, со столицы в городе Перми. Училась я в Перми, сначала в Пермском государственном университете на специальности история. Закончила и по своему первому образованию я историк. Но мне этого образования было недостаточно и я подумала, что, ну, я уже на тот момент работала в школе, в учителем истории. Я подумала, что у меня мало знаний про педагогику, много про историю, мало про педагогику. Я подумала, пойду-ка я учиться на педагога. И поступила в Пермский государственный педагогический университет, уже в магистратуру. в первую магистратуру по специальности тьютерства. По второму, получается, образованию я тьютер, но я тьютер не для детей, а для взрослых, для учителей и остальных. А потом уже здесь, в Калужской области, училась на менеджмент в образовании, то есть у меня три больших образования. Переехала в Калужскую область я благодаря проекту «Учителя России», потому что меня распределили работать в Малой Ярославице. Я в Малой Ярославце отработала три года. Сначала учителем, потом заучим. А потом переехала в Балбану. Вот такой вот мой как-то боевой путь. Трудовой. Понятно. Спасибо вам большое, Галя. Очень рады были вас слышать. Спасибо вам большое. Что позвали? Конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, сейчас много говорят про педагогический дизайн, про раскрашивание стен, про создание комфортного образовательного пространства. Как вы добиваетесь этого? Ну, во-первых, комфорт, он у каждого свой. Это во-первых. Во-вторых, то, что хорошо в одной школе, может совершенно не прижиться в другой. Мы стараемся, чтобы в комфортную среду были вовлечены дети. То есть, чтобы они понимали, что они хотят, и сами это делали. Вот у нас не было буфета. Они пришли к нам, сказали, мы хотим буфет. Я говорю, окей, приходим на майский праздник и делаем буфет. Они пришли на майский праздник. Ну, я нашла людей, нашла деньги. Приехали люди, пришли дети. Мы выбрали название для нашего буфета, раскрасили его, сделали мебель, сделали там зону буфета, нарисовали красивые картины. Сейчас у нас супер буфет со столиками. Ну, то есть, там понятно, что есть люди специально, которые это продают. Это к школе никакого отношения не имеет. Но всю среду создали мы сами. И они очень любят это место, потому что они сами были к этому причастны. То есть, если это сделала бы я с вами, они бы думали, ну, как бы нормально, но не то. И мы всегда стараемся, чтобы дети понимали, почему мы это делаем. Сейчас у нас в мае месяце, к Дню Победы, мы установили на третьем этаже в зоне рекреации, где у нас историки все. Благодаря Российскому военно-историческому обществу они нам дали выставку о героях Великой Отечественной войны. Женщины-герои Великой Отечественной войны, дети, герои специальной военной операции и кавалеры Ордена Мужества. Опять-таки, мы нашли спонсоров. Они нам это все напечатали на огромных баннерах. Мы установили. И вот весь мае месяц мы каждый класс провели сами экскурсию. И ребята у меня маленькие, мы экскурсоводики. Они тоже вот сейчас, ну как бы уже изучили информацию, сами поприсутствовали на экскурсиях. И сейчас вот с 1 сентября мы будем водить экскурсии для любых учеников, любых других школ города. Кто к нам захочет приехать, мы готовы рассказать, показать, потому что это очень здорово. И таким образом мы обновили всю, ну как бы весь коридор рядом с кабинетами истории. И это очень здорово, потому что на переменах ребята читают, и они очень много узнают. Но я думаю, что это все не зря. Галя, спасибо вам большое. Успехов вам, успешных проектов. Предлагаю всем, кто нас посмотрит, открывает. Приезжай в школу номер 5, город Балабанов. Это потом. Сначала надо зайти на Планета.ру и там оставить донат небольшой на навигацию в школе. Друзья, всем спасибо за внимание. Галя, спасибо вам большое. Друзья. Спасибо вам большое, Михаил. До новых встреч в открытом диалоге. Спасибо. До свидания.